Весной многие люди, наводя порядок на своих подворьях и огородах, очень часто сжигают пожухлую прошлогоднюю траву. Искренне убежденные в правильности своих действий, они не понимают главного. Каждый акт поджога – это преступление против хрупкого мира природы. При выжигании сухой травы нарушается корневая система растений. От высокой температуры почва и растительность беднеют, гибнут полезные побеги насекомые и животные. Дым, который выделяется во время горения сухой травы, мусору очень токсичен, вредит здоровью людей и наносит непоправимый ущерб экологии. В соответствии с законом о растительном мире, выжигание сухой растительности, выжигание остатков на корню запрещено. И в связи с этим, кодексом об административной ответственности предусмотрено привлечение к административной ответственности за выжигание сухой растительности в размере от 10 до 40 базовых величин, а за разведение костров в неустановленных местах до 12 базовых величин. Каждую весну сотрудники МЧС фиксируют случаи пожара в экологических системах. Не стал исключением и этот год. Невзирая на все предупреждения пожарных, на территории Брестской области уже зарегистрировано 46 возгораний на приусадебных участках жилых домов, более 90 на землях объектов организаций, около 290 на землях местных исполнительных и распорядительных органов. Но самое плачевное, что два человека в результате пожаров погибли, и один житель Брещины получил ожоги. Безусловно, эта тема не может остаться без внимания заинтересованных структур, в частности, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Минприроды, Минлесхоз, органов внутренних дел. Мы активно проводим совместные рейдовые мероприятия. Как результат, уже более 170 виновников выжигания сухой растительности выявлены и к ним применены меры административного воздействия. Ежегодную печальную статистику весенних палов можно остановить. Для этого достаточно помнить – беда приходит в первую очередь туда, где забывают о мерах предосторожности и не думают о последствиях.